Пару слов о материалах. Что нам понадобится? Акварельная бумага, кисти, краски, палитру, лучше использовать керамическую, салфетки или тряпочку, чистая вода. Теперь немного поподробнее о каждом. Акварельная бумага. В начале своего творческого пути я использовала дешевую акварельную бумагу. Вот я показываю вам фирмы, все, наверное, с ней знакомы. Когда вы ограничены в бюджете, то такая бумага отлично подходит для скетчей и быстрых зарисовок. В такой бумаге есть одна особенность. У нее такая достаточно шершавая фактура, и потом на этапе обработки приходится ее удалять. Сейчас я предпочитаю бумагу подороже из стопроцентного хлопка фирмы Кэнсон. Покупаю либо большими листами и натягиваю на планшет. Таким вот образом. Либо можно покупать вот такие склейки. Очень удобно. Листочки можно либо рисовать прямо сразу, либо листочки отрывать и отдельно рисовать, закрепляя скотчем на каком-то планшете. На первоначальном этапе я советую использовать ту бумагу, которая вам по карману. Кэнсон бумага достаточно дорогая. Есть еще вот такую фирму бумага Fabriano. Она дешевле. Здесь есть в составе 25% хлопка. И мне кажется, это оптимальный результат между самой дешевой и подороже. Выбирая бумагу фирмы Кэнсон, выбирайте зерно сатин, чтобы его почти не видно было. Фактура не видна, ее не надо удалять при обработке. Дальше давайте поговорим о красках. У меня краски фирмы Белые ночи. Я думаю, все с ними знакомы. У меня в кюветиках. Также есть, сейчас уже выпускает эта фирма краски в тюбиках, что очень удобно. Выдавила сколько тебе нужно, и краски не засыхают. Но в кюветах достаточно удобно, все цвета сразу видны. И мне очень нравится. Также я ради разнообразия приобрела себе корейские краски Шин Хан в тюбиках. Они достаточно яркие и насыщенный пингвент у них. Интересно. Я не советую на начальном этапе тратиться и покупать дорогие краски. Можно вполне обойтись красками Белые ночи. Что касаемо кистей, я использую вот эти кисти, то, что вы видите. Больше других у меня нет. Самая большая из них для заливок, для смачивания поверхностей. Ворс Белка. Он отлично держит воду. Для более мелких деталей я использую ворс Синтетику или колонок. Позволяет контролировать количество воды и краски на кисти. Также вам может понадобиться маскирующая жидкость. У меня вот такой вот фирмы. И она сейчас самая оптимальная по цене и качеству. Я советую использовать керамическую палитру, а не бумажную, потому что бумажная впитывает в себя очень много пигмента, который достаточно ценен. И чистую водичку. На этом все.